Я хочу еще раз выразить признательность моему коллеге и другу, министру иностранных дел Ваны, за приглашение и радушный прием нашей делегации. Мы провели вчера и сегодня обстоятельные конкретные переговоры по широкому кругу вопросов, которые представляют взаимный интерес. Особое внимание, как это только что отметил министр Ваны, мы уделили графику контактов на высшем уровне, поскольку дипломатия лидеров без преувеличения центральный элемент российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, именно благодаря дипломатии лидеров в первую очередь двусторонние отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень и продолжают динамично развиваться в условиях очень непростой ситуации в мире. В фокусе внимания были, как я уже сказал, график контактов на высшем уровне, а предстоящие встречи наших лидеров на полях различных международных мероприятий, включая саммит БРИКС в Казани в октябре этого года, саммит ШОС в Астане в июне, будут наверняка и другие возможности для поддержания регулярного политического диалога. Говорили мы о контактах по линии Министерства иностранных дел, только что подписали в вашем присутствии план очередных консультаций. Кратко коснулись отдельных вопросов межправительственного сотрудничества в практических областях. Более предметно этот комплекс задач будет рассматриваться в ходе предстоящих в текущем году пяти межправительственных комиссий, возглавляемых вице-премьерами, в рамках подготовки к очередной регулярной встрече глав правительств. Вопросы, которые мы решаем в сфере экономики, торговли, инвестиций, внедрения новых технологий, они напрямую касаются борьбы за установление справедливого многополярного миропорядка, где нет места диктату, где нет места гегемонии, где нет места неоколониальным и колониальным практикам, которые сейчас вовсю применяются Соединенными Штатами и всем остальным, так называемым, коллективным Западам, который подчинился беспрекословно воле Вашингтона. Китай и Россия будут и далее отстаивать необходимость выправления этой ситуации в международных экономических отношениях, за демократизацию этих отношений и возвращение к тем принципам, которые некогда были провозглашены, которые заключаются в необходимости уважать рыночные процессы, уважать честную конкуренцию, уважать неприкосновенность собственности, презумпцию невиновности и многое другое, что сейчас Запад грубейшим образом подрывает своими практическими шагами по введению незаконных санкций в отношении целого ряда государств, среди которых Россия, безусловно, но эта же политика начинает применяться активно и в отношении Китайской Народной Республики, в том числе в стремлении ограничить ее возможности экономического и технологического развития, а говоря попросту, ради устранения конкурентов. Мы также рассмотрели предстоящие перекрестные годы культуры, Россия и Китай, их открытие ожидается в самом ближайшем будущем, говорили и о других направлениях гуманитарного сотрудничества, включая подготовку новых мероприятий, таких как международный конкурс песни интервидения, открытая евразийская кинопремия и ряд спортивных мероприятий, которые вслед за состоявшимися пару месяцев назад в Казани играми будущего, где активно участие принимали китайские спортсмены, китайская делегация была направлена, вслед за этим предстоят игры БРИКС, игры Дети Азии, игры Дружбы, много спортивных мероприятий, которые будут, в отличие от некоторых других, опираться на те самые идеалы олимпизма, которые закреплены в Олимпийской арте и которые нынешнее руководство Международного Олимпийского комитета к стыду своему, я надеюсь, презирает и попирает в угоду все тем же самым гегемонам, которые эту свою роль гегемонов пытаются всеми правдами и неправдами сохранить. Мы говорили, как упомянул дорогой министр Ваны, о предстоящем 75-летии установления дипломатических отношений между нашими странами. Напомню, что Советский Союз был первым, кто признал Китайскую Народную Республику буквально на следующий день после ее образования и активно сотрудничал в решении вопросов становления китайского государства. Договорились подготовить серию мероприятий к этому юбилею, а также обсудили возможные мероприятия к предстоящему в следующем году 80-летию победы над германским нацизмом и японским милитаризмом в разгром Германии и милитаристской Японии, решающую роль внесли народы Советского Союза и Китайской Народной Республики. Мы много времени по понятным причинам уделили координации наших действий на международной арене, а эта координация опирается на широкое совпадение интересов и совпадение подходов к ключевым международным проблемам. И в свете российского председательства ВРИКС сделали акцент на перспективах дальнейшего развития данного объединения с учетом включения в него новых членов, с учетом формирования новой категории, стран-партнеров и в целом перспектив саммита в Казани, который состоится в октябре, а в июне в Нижнем Новгороде предстоит заседание Совета Министров иностранных дел, на котором господин Ваны подтвердил уже свое участие, и мы будем рассматривать ключевые вопросы, выносимые на рассмотрение наших лидеров. Говорили о сотрудничестве в рамках Шанхайской организации, где вслед за Казахстаном в июне этого года Китайская Народная Республика принимает функции председательства, и есть очень хорошие перспективы гармонизации поверхности дня Шанхайской организации, сотрудничества по вопросам развития этого огромного евразийского региона, с одной стороны, и программ БРИКС, который те же идеалы, те же принципы продвигает уже на глобальном уровне, ну, по сути дела, продвигая интересы стран Азии, Африки и Латинской Америки в условиях, когда глобализация, созданная по модели Запада, деградирует и полностью себя дискредитирует. Разумеется, обсуждали наше сотрудничество на других площадках, включая ООН, группу 20, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Везде у нас налажены очень тесные, полезные, продуктивные связи. Говорили о нынешнем состоянии дел вокруг украинского кризиса. Мы признательны китайским друзьям за их объективную, взвешенную позицию, за готовность играть позитивную роль в деле политико-дипломатического урегулирования. Известные 12 пунктов, которые Китай выдвинул в прошлом году, четко совершенно формулируют необходимость, во-первых, учитывать первопричины этого конфликта, и, во-вторых, в усилиях по урегулированию добиваться устранения этих причин, прежде всего, в контексте обеспечения равной, неделимой безопасности, в том числе и в Европе, но и в целом в мире. Мы, да и китайские друзья, четко заявляют о необходимости учитывать законные озабоченности всех вовлеченных сторон, а прежде всего, в сфере безопасности. И в этом контексте мы с китайскими коллегами подтвердили вывод о беспроспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позиции России, а полностью ее игнорируют, которые продвигают абсолютно пустую, ультимативную, так называемую, формулу мира Зеленского, и тем самым полностью оторваны от каких-либо реалий. Мы много говорили о задачах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне линии США по созданию там закрытых военно-политических союзов узкого состава, которые имеют откровенную антикитайскую, антироссийскую направленность и которые, помимо прочего, нацелены на то, чтобы сломать архитектуру безопасности, которая долгие десятилетия складывалась вокруг Асиан в рамках тех самых форматов, которые эта ассоциация предложила своим партнерам и которые опираются на инклюзивность, консенсус, взаимное уважение, отказ от односторонних действий. Все это не устраивает США и их союзников, и они, как я уже сказал, продвигают здесь блоковые подходы, в том числе и заявляют на необходимости внедрения в этот регион и Североатлантического альянса. Применительно к обстановке вокруг Тайваня, который является неотъемлемой частью Китая, мы едины с Пекином в неприятии любого вмешательства извне, поскольку это внутреннее дело Китайской Народной Республики. Говорили мы о ситуации на Корейском полуострове, мы заинтересованы в мире и стабильности в этом регионе, так же, как и наши китайские друзья. Подробно обсудили тему ближневосточного урегулирования и происходящего вокруг сектора газа. У нас здесь тоже единые позиции, которые мы отстаиваем в Совете Безопасности ООН. Ну и в более широком контексте обменялись соображениями под перспективом формирования новой структуры безопасности в Евразии. На фоне полной стагнации и саморазрушения евроатлантических механизмов. Хотел бы еще отметить, что переговоры прошли в традиционной для российско-китайских отношений атмосфере дружбы и продемонстрировали в очередной раз общность взглядов наших стран на основные глобальные процессы. Наше стремление укреплять двустороннюю связку в интересах мира и стабильности в регионе и в целом на планете. Продолжим диалог на основе тех планов, которые мы только что одобрили в вашем присутствии. И еще раз выражаю признательность нашим китайским друзьям. Благодарю министра Лаврова. Сейчас перейдем к вопросам и ответам. Сейчас корреспондент из деревья Ненезависимая к министру Лаврову. Кто-то использует агрессивные методы двойного сдерживания в отношении России и Китая, чтобы не допустить их развития, чтобы помешать реализации суверенной политики. Рассматриваете ли вы с китайскими партнерами ответные меры двойного противодействия? Какие это могут быть шаги? Ну и хотелось бы заострить внимание на ударах беспилотников со стороны Украины по Запорожской АЭС. Ситуация явно требует решительных действий. Каким может быть ответ? Что касается первой части вопроса, это действительно, я не выдам большого секрета, это министр Ваны вчера изобрел вот эту формулу двойное противодействие против двойного сдерживания. И не раз наши лидеры, президент Путин и председатель Си Цзиньпин подчеркивали решимость России и Китая противодействовать попыткам затормозить формирование многополярного мира, затормозить давно назревшие процессы демократизации и справедливости, которые просто стучатся в дверь современного миропорядка и остановить, затормозить, которые пытаются Соединенные Штаты и их союзники в стремлении увековечить свое несправедливое положение в международной системе. Мы помним, как наши лидеры формулировали задачи стоять спина к спине, плечом к плечу, на пути попыток затормозить объективный ход истории. И мой коллега очень подробно говорил о конкретных экономических проблемах, которые создаются в результате незаконной политики односторонних санкций и которые мы будем решать в рамках БРИКС, в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Вообще, в принципе, пора в условиях, когда в любой момент США, их сателлиты, могут обрушить устойчивые цепочки и финансирования, и логистические, и транспортные цепочки, инвестиционные цепочки. Пора решать вопрос о том, чтобы все эти задачи можно было рассматривать и принимать по ним решения в рамках других структур. И переход на национальные валюты, разговоры о необходимости создания альтернативных платежных платформ, в том числе принятые на этот счет решения в рамках БРИКС, деятельность региональных организаций, таких как упомянутые уже сегодня ШОС, сообщества латиноамериканских и карибских стран. Все понимают о том, что Запад доказал, созданная им и предложенная всему остальному миру система функционирования мировых финансово-экономических связей ненадежна. Потому что в любой момент, руководя и держа в своих руках рычаги этой системы, может начать наказывать любого несогласного с его неоколониальной политикой. Поэтому процессы эти идут практически во всех сферах общественной жизни. Разумеется, это касается и экономики, это касается и вопросов безопасности. У нас общая нацеленность на укрепление безопасности в Евразии. Долгое время существовала структура евроатлантической безопасности в виде НАТО, но также Организации по безопасности и сотрудничества в Европе. Она себя сама вычеркивает из перечня актуальных структур, в рамках которых можно вести значимые переговоры и о чем-то договариваться на основе баланса интересов. Напрашивается задача формирования евразийской безопасности. Об этом упомянул президент Путин в своем послании к Федеральному собранию. И мы с китайскими друзьями договорились начать диалог с подключением других наших единомышленников по этому вопросу. Что касается очередного террористического удара украинского режима, на этот раз по Запорожской атомной электростанции были сделаны заявления Министерства иностранных дел, сделаны заявления нашего представителя при МАГАТЭ, нашего представителя в Совете безопасности ООН. Мы выносим этот вопрос на специальное заседание Исполнительного совета МАГАТЭ, на специальное заседание Совбеза, и там будем настаивать на необходимости получить прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима. Когда мы соглашались на присутствие экспертов МАГАТЭ, постоянное присутствие на Запорожской атомной электростанции, мы, среди прочего, руководствовались необходимостью для них давать объективную оценку того, что там происходит, как управляется станция, как там обеспечивается ядерная, физическая безопасность. Но, конечно же, мы исходили из того, что такого рода атаки против крупнейшей атомной электростанции в Европе будут фиксироваться. И до сих пор провокации со стороны украинского режима, к огромному сожалению, вызывали лишь сожаление, озабоченность в заявлениях генерального директора МАГАТЭ и его сотрудников, без констатации очевидного, откуда и кем эти террористические удары готовились и наносились. Я думаю, что на этот раз от ответственности уйти не получится. Мы заинтересованы в сотрудничестве и с МАГАТЭ, и с секретариатом ООН, но, конечно же, будем добиваться от них честного признания происходящего не только вокруг Запорожской атомной электростанции, но и в целом вокруг Украины. Потому что до сих пор оценки международными чиновниками всех аспектов происходящего вокруг этой страны и в рамках специальной военной операции в ответ на развязанную против нас Западом гибридную войну рука не украинцев, эти оценки были однобокими, скажем так, мягко. И эту позицию нужно исправлять. И она, к сожалению, отражает то положение, когда многие секретариаты многих межправительственных, межгосударственных организаций становятся подчиненными Западу и становятся перенасыщенными сотрудниками западных стран в ущерб справедливому географическому представительству стран мирового большинства. Мы этот вопрос поставили еще в прошлом году и будем активно двигать реформу этой системы. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова